Будучи еще шестилетним ребенком, Данил Воскобойников понял, что душа его лежит к творчеству. Тогда мальчик не понимал, чем именно хочет заниматься, поэтому вместе с родителями решил довериться профессионалам. Данил стал посещать районный дом культуры. Сначала были вокальные курсы, затем детская студия при Народном театре «Тэвид». Там молодой человек и нашел свое призвание. Познакомился со своим педагогом по театральному, который меня вставил на концерты. Я читал стихотворения на разные праздники, вел эти праздники. Мое самое запоминающееся, по моему мнению, это концерт на 9 мая. Мы еще ввели на 8 марта, и вот это, я считаю, самое-самое лучшее выступление. На одной сцене выступали разные московские даже знаменитости. Я даже сфотографировался с Дмитрием Маликовым, тоже к нам в город приезжал, мне очень это выступление понравилось. Сегодня Данил пробует себя в разных творческих жанрах. Привычку держаться на сцене и выступать перед публикой оттачивают во время участия во всевозможных литературных конкурсах. Один из последних – фестиваль «Зубовские чтения», где молодой человек взял первое место в своей возрастной категории. После пандемии, вот это было первое выступление в «Зубовских чтениях», я очень сильно волновался и пытался на максимум выложиться. Читал стихотворение «Букет мимозы», это наша видновская писательница, поэтесса. Очень стихотворение такое, ну, трогательное. Мне, ну, много учителей в школе хвалили, в Доме культуры я там занимаюсь, мне тоже сказали то, что я большой молодец, мне очень, ну, радостно. Не творчеством единым. Как и у любого подростка, у Даниила есть свои молодежные пристрастия. Изучает английский язык, мечтает поехать на стажировку за рубеж, любит смотреть развлекательные шоу и интернет-каналы популярных блогеров. Интересуется жизнью и творчеством знаменитых людей мира кино. Я беру, значит, ноутбук, пишу какую-то звезду, в Википедии читаю, смотрю и думаю, вот получится у меня так или не получится. Это меня вдохновляет очень сильно. Сейчас нашему герою 15 лет. Совсем скоро перед ним встанет вопрос выбора вуза. Даниил мечтает снимать полнометражные фильмы. Хочет, чтобы его картины были популярны во всем мире, поэтому очень рассчитывает поступить во ВГИК на кинорежиссуру. Говорит, осталось только победить в себе лень, и все обязательно получится. Тем более, что за спиной подростка серьезный тыл. Его родители, которые во всем поддерживают сына. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова